Ранее школа уже проводила подобные летние детские академии, но для духового отделения это дебют. Совместно с Калужским музыкальным областным колледжем с 3 по 12 июня ученики будут осваивать духовое мастерство. В конце обучения пройдет отчетный концерт. Дело в том, что школа уже дважды проводила детские академии под патронажем башмита, это оркестровые, но это были детские симфонические оркестры. Вот по типу такой же академии мы затеяли детскую духовую оркестровую школу. Но особенность этой школы в том, что она является одним из этапов мероприятий, которые мы проводим в рамках наших развития духового отдела. За три месяца каникул маленькие музыканты часто забывают свою программу, и чтобы освежить репертуар в памяти требуется время. Участие в оркестровой школе позволяет ребенку закрепить пройденный материал и получить новый опыт. Цели обучения, их несколько. Во-первых, это познакомить детей, которые не знакомы с оркестровой практикой. Вообще ансамблевая практика очень важна в процессе обучения детей. Они совершенно по-другому вообще видят музыку, совершенно по-другому ее чувствуют и вообще вовлекаются в процесс обучения с гораздо большей интенсивностью. Получение нового опыта немаловажно и для молодых преподавателей, в том числе опыта работы с детскими коллективами. Важный момент – профориентация так называемая. У нас в Калуге есть замечательный колледж имени Таниева. Там работают прекрасные педагоги, там выпускаются оттуда замечательные студенты. И вот с целью познакомить наших детей, то есть потенциальных студентов этого колледжа, с колледжем, с преподавателями, со студентами, которые уже чего-то добились, с оркестром, которым там руководит Валентин Евгеньевич, который здесь будет руководить оркестром, вот этим вот познакомить наших детей с колледжем, с обучением. Это вот одна из целей вот этой вот летней оркестровой школы. Чтобы не растерять хватку, важно повторять и закреплять отработанные навыки. Летняя оркестровая школа – отличный способ. Софья Тихонова, Евгений Соколов, Обнинск ТВ